Ну что, друзья, мы наблюдали очень интересный момент с биткоином в последнее время. И многие спрашивают, там, биткоину конец и так далее, я смотрю в комментариях. А еще один комментарий был такой. Научи зарабатывать деньги. Показываю. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. В одном из предыдущих видео я говорил, что, в общем-то, биткоин там победно растет, бешеными темпами. И я решил, в общем-то, купить биткоин. И купил я его примерно, вот сейчас вы видите, вот здесь при курсе где-то вот 34 тысячи. Ожидаемо после того, как я покупаю что-то, эта штука падает на самом деле. Ну, я не очень, так сказать, как бы переживал по этому поводу. И она потом начала расти. Ну, то есть, не то, что не очень переживал. Я смотрел, конечно, волновался, но не очень. Что произошло дальше? Дальше он начал расти. Ну, в принципе, биткоин упал в пределах того, что я ожидал. В общем, сказать, ну, там волатильность какая-то. Да, я, честно говоря, не очень смотрел за этим делом. Вот, а потом он начал расти, он вырос опять до 34 и продолжился рост. И чем хорош биткоин, это тем, что торги идут и в субботу, и в воскресенье. То есть, постоянно, круглосуточно идут торги. Поэтому я смотрел, в субботу, в воскресенье делать нечего. Торги не идут на биржи, зато идут на биткоине. Ну, во-первых. А во-вторых, ну, я вложил в него и как-то, ну, посматривал, что же будет дальше. И когда он продолжил рост, смотрите, вот, ту-дух, 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 ту-дух растет, да? Что я сделал? Давайте посмотрим. Вот сейчас вот в другом масштабе немножечко. Я провел вот эти вот две линии. Одна линия от, ну, начала роста максимум. И, значит, я провел эту линию через максимумы биткоина, которые были. Вторую линию, точно такую же, я провел через минимумы. Вот здесь минимум. И я провел по минимумам. Ну, здесь невооруженным глазом видно, что все, вся это вот, все поведение вот здесь вот на росте, да? Оно кажется беспорядочным, но видно, что это рост. И видно, что вот эти две линии получились абсолютно параллельные. Когда линии получаются параллельные, это называется канал. То есть цена идет внутри канала, то есть как бы внутри, ну, как бы реки. И она просто доходит до одного берега. Видите, да? Вот два берега. Доходит до одного берега, потом отталкивается, переходит к другому берегу. От второго берега отталкивается, доходит снова до верхнего берега. Значит, если идет вдоль верхнего берега, значит, все хорошо, рост продолжается. Если доходит до нижнего, уже надо думать, не выйдет ли она из этого канала. И вот, я уже не помню, когда, значит, 9 января, это было позавчера, в субботу, значит, оно приблизилось к нижнему краю, к нижнему берегу вот этого канала. Вот, мы видим, да? И даже пересекла его. Что будет дальше? Значит, дальше она либо оттолкнется и пойдет в рост, либо, значит, продолжит выход из канала, и тогда уже будет падение. Напоминаю, что я купил его примерно вот где-то здесь. 34 с небольшим, вот примерно здесь. И, значит, ну, тут еще не было канала, потом пошел восходящий канал, я просто наблюдал. И, ну, когда уже больше 34, понятно, что я в прибыли, не хотелось уйти в убыток. Поэтому, значит, ну, когда он идет-идет в канале, ну, все хорошо, я не особо задумался. Когда он пришел к границе канала, что я сделал? Я нарисовал еще одну линию, вот она. Посмотрите, здесь уже, вот, ну, как бы раз, два. Ну, мне показалось, что вот, что если он пойдет ниже вот этой линии, я поставил здесь сигнал. Где он здесь сигнал? Вот она вот, лампочка. Я поставил сигнал, что если он опустится ниже вот этой линии, то у меня должен запищать телефон. Ну, если я не нахожусь возле монитора, потому что я же не постоянно сижу возле монитора. Вот. А вот на этом уровне, где-то 38 тысяч, вот здесь, я поставил стоп-заявку. То есть, смотрите, я купил по 34, думаю, ну, чтобы не потерять на 38 тысячах, я продам, к чертовой матери, этот биткоин. Если он вдруг начнет падать. Ну, то есть, я зафиксирую прибыль в размере 4, ну, там, как бы с 34 до 38 тысяч. Вот. То есть, я зафиксирую прибыль и все. То есть, я поставил такую стоп-заявку на бирже Binance. Это возможно сейчас, поэтому заявка стояла. И она запищала вот этот вот сигнал. Он у меня пропищал, я посмотрел, так, 39 тысяч, и после 39 тысяч, вот здесь вот он запищал, он пошел немножечко вверх. Я смотрю, вверх он пошел не очень, не очень сильно. Сейчас я попробую получасовой график открыть. Так, и здесь мы уже его вот так сделаем. Вот, посмотрите, вот он вот, вот здесь вот она запищала, и я думаю, продать или не продать. Смотрю, она доходит вот сюда, и уже вот он вот, как бы, локальный можно нарисовать. Смотрите, здесь был максимум, потом здесь был максимум, здесь был максимум, и она пошла на разворот. Вот, ну и вот здесь где-то по, где-то 39300, 39320. Я думаю, от греха подальше продам, потому что, ну, есть вероятность того, что, ну, смотрите, из канала она явно выходит вот здесь. Выходит из, или вот здесь где-то, нет, все-таки, не помню. Нет, все-таки, наверное, вот здесь я его продал. Вот, вот здесь вот. Он из канала уже вышел и пошел вниз, у меня вот здесь вот запищало. Приподнялась немножко, да, где-то вот здесь вот, на 39320 я его продал, потому что все. Смотрите, вот она фигура, канал, и она идет в канале. Это технический анализ, чисто классика. Идет цена внутри канала, можно быть спокойным. Цена выходит, ну, к каналу раз, оттолкнулась. Здесь ничего страшного, я спокоен. Цена выходит, оттолкнулась, пошла дальше, но на середине канала она разворачивается и идет снова сюда. То есть, тестирует выход еще раз. Ну, это уже сигнал. Дальше идет вдоль нижнего берега, это уже как бы, ну, есть о чем волноваться. Снова выходит, пытается войти назад в канал и уже не входит. Все, надо продавать. Ну, вот этот вот момент я прозевал. Я прозевал, она вышла и, значит, пошла дальше, но у меня засигнализировала вот эта вот штука. Лампочка вот эта у меня просигнализировала и где-то вот здесь я его продал. Как опыт показывает, не зря. Что у нас дальше ожидается? Дальше у нас, вот он, нисходящий канал. Явно совершенно виден, то есть его можно прямо вот нарисовать сейчас. Давайте мы его нарисуем. Так, так, о, вот, так, и вот сюда. Вот она, одна линия. И сейчас вторую линию нарисуем. О, она даже расширяется. Вот, нисходящий канал. Ну, как бы, вот сейчас они идут в нисходящем канале. Надо ли его покупать? Нет, не надо. А теперь давайте посмотрим на график уже немножечко другой. Посмотрите. Ну, вот так вот. Раз, заплющим его и смотрим. Так, смотрим сюда. Вот здесь вот он, смотрите, вот. Не начинал расти, блутыхался на месте. Потом подрос. Потом вроде как начал... Ну, подрос и устнаканился на этом уровне. Видите, да? Вот он, уровень, на котором он зафиксировался и долго здесь стоял. После того, как он отстоялся здесь, здесь, смотрите, вот ленты Бойлинджера на сужение пошли и пробивает вверх. Пробивает вверх, но, значит, там его отбивают, потом пробивает вверх, снова его отбивают и так далее. Не смог он вырваться из этого уровня вот здесь и делает вторую попытку. Вот, понимаете, да? Вот здесь я его купил, когда он пробил, да? Вот, но он не смог, рванул вниз и делает следующую попытку. И здесь уже следующая попытка. Вот он, вот, уровень сопротивления. Он пробивает его и идет дальше. Ну, вот такая история на самом деле. К чему я это говорю? К тому, что, смотрите, ну, вот здесь вот он практически без особых сопротивлений шел. Здесь без сопротивлений вниз идет. Куда он доходит? Он доходит вот до этого уровня, который был синим. Этот уровень 29,450. Вот примерно, ну, по 28 тысяч, я думаю, что от, вот если вы вот здесь вот, да, смотрите, вот оно, 28,700, 28,500, если вы купите биткоин, то, скорее всего, он от этого уровня будет отскок какой-то и будет пытаться отскочить. Насколько будет серьезный отскок, я не знаю, но пока можно предположить, что здесь вот будет вот такой отскок. Ну, вот как здесь примерно, да, видите, да, или как здесь. Отскок и, значит, медленный рост. Вот это типичная картина. Резкое падение, потом постепенный рост. Здесь мы видим резкое падение, потом постепенный рост. Типичное поведение, типичный совершенно технический анализ. Если кто-то говорит, что в этих графиках ничего нельзя понять, ну, это не так. Здесь все достаточно очевидно. Если он вот здесь вот не постучится вниз, то, значит, он пойдет потихонечку вверх. Если он постучится вниз и пробьет это дело, то он пойдет вот сюда куда-то до 26. Ну, а потом ниже, наверное. Это уже дело других масштабов. Что об этом гадать на самом деле? Вообще говоря, вот 18800 вполне себе нормальная цель для падения, если он пробьет здесь. Ну, вот она вот еще как бы уровень 23400 и совершенно железный уровень 18500. Ниже он точно не уйдет. Вот такая история. Ну, а у меня что? У меня вот я купил здесь, продал здесь. Мне кажется, нормально. Я зафиксировал прибыль за несколько дней. Там 16% я посчитал. Сейчас мы можем с вами проверить это дело линейкой, вот где я купил. Где-то здесь 34, буквально вот здесь, да. И вот здесь я его продал 39, ну, вот здесь вот. 16% за 3 дня. Ну, хороший результат, конечно, но давайте вспомним, что я когда вкладывал туда, у меня было что-то 95 долларов, потом я вложил их в Ripple, где он тут Ripple, вот он, вот. А Ripple упал, и у меня было в результате, я смотрю, 75 долларов. Сейчас у меня снова 95 долларов, то есть я вернул свои на самом деле. Ну, я не заморачиваюсь с криптовалютами, как я говорю. Теперь давайте кто-то сказал, ну, все, там, биткоину конец. Нет, ребята, не конец биткоину. Дело в том, что вы знаете, что в биткоин вложились люди, и они вложили очень-очень большие деньги. И эти люди, ну, или заработали на биткоине очень большие деньги, ничего не могу сказать про этих людей, но вряд ли они хотят сейчас с этими деньгами расставаться. А если у них там, ну, скажем, 100 тысяч биткоинов, и сейчас этот биткоин стоит, ну, скажем, 30 тысяч долларов за штуку, то представьте, какие это огромные деньжищи. Конечно, хочется, что сделать? Хочется эти деньги, ну, получить, по крайней мере. Понимаете? То есть обналичить. А они уже слишком большие для того, чтобы это сделать. Как можно обналичить такие деньги? Серьезный вопрос, не так ли? Давайте представим себя на месте вот этих вот жутко богатых людей. Ах, хорошо. Вот, и смотрите, вот мне нужно, вот у меня там 100 тысяч биткоинов. Я думаю, как же мне их продать-то подороже? Давайте вспомним, от чего зависит цена биткоина. Ну, собственно говоря, не от чего. Баланс между спросовыми предложениями исключительно, потому что, ну, фундаментально там, ну, как бы, кстати, когда я говорил о майнинге и так далее, меня там заплющили и сказали, что я в этом, так сказать, ну, слабо разбираюсь. Я действительно в этом, в деталях слабо разбираюсь, если кто-то, кто-то очень хорошо разбирается в майнинге, сколько, что стоит. Я прямо вот, у меня там найдете, ну, ссылки на Телеграм, ВК, все это есть. Напишите мне, пожалуйста, я готов снять с кем-то, ну, интервью через Zoom. Вы мне объясните, и не только мне, но и всем, что такое майнинг. Я буду задавать вопросы, вы будете отвечать. Ну, такое вот интервью. Вы покажете, насколько вы умные, ну, и польза будет людям. Вот. Ну, а сейчас о том, как обналичить вот эти вот деньги огромные, да, которые в биткоине. Ну, если тупо выставить их на продажу, то все это, значит, тут же сольется, рухнет, и денег я получу не так много, как хотелось бы. Поэтому, для того, чтобы продать кучу биткоинов, кучу биткоинов, что бы я сделал? У меня куча денег, куча биткоинов. Что я делаю? Я беру и, ну, продаю, скажем, часть биткоинов. На эти деньги я плачу журналистам, блогерам и какому-то эксперту, который расскажет о том, что... О чем он расскажет? О том, что биткоин будет расти. А почему будет расти биткоин? Все очень просто. Все знают, что количество биткоинов ограничено. Вы знаете это? Не знаете? Вам расскажет эксперт, что прошел халвинг. Что такое халвинг? Он вам расскажет, что теперь биткоин... Чтобы достать биткоин, намайнить, надо в два раза больше операций. Вот что такое халвинг. От слова half. Половина. То есть, за те же затраты вы получите в два раза меньше биткоинов. Поэтому его себестоимость возрастает. Понимаете? Поэтому он должен вырасти. Их число ограничено. Это тоже фактор. Биткоин набирает все большую популярность. Естественно. И поэтому он будет расти. До скольки будет расти, спросим мы у эксперта. Эксперт вам скажет. Ну, я думаю, что... До 60 тысяч долларов. Хотя нет. Наверное, до 80. Другой эксперт вступает в полемику. Да вы что, какие 80? 100-150. В течение полугода. Железно. Потому что, вот, посмотрите. До 150. То есть, вот он сейчас стоит 34 тысячи. Когда он будет 150 тысяч долларов стоит? Вы в пять раз увеличите свой капитал. Думай, думай, думай. Инвестор, думай. Ты инвестор или нет? Ты вообще думаешь? Вот. Ты хочешь заработать деньги в пять раз больше? Вкладывай прямо сейчас. Посмотри. Он растет. И он начинает на этом шуме расти. Что это за шум? Да он проплачен. Он просто проплачен. Ребята. Я хочу продать биткоины. Я за это заплатил. Ребята отрабатывают деньги. И вот он. Значит, спрос растет. Значит, блин, биткоин скоро будет 60. Нет, 80. Нет, 100. Нет, 150. И все такие, блин, надо вкладываться срочно. Действительно, халвинг прошел. Ну, халвинг прошел, надо сказать, в ноябре, насколько я помню. Вот. И понеслось. Люди пошли вкладывать. Все растет. А я потихонечку продаю. Я продаю, продаю, продаю. Потом смотрю. Ну, блин. Уже это самое. Народ раскусил это дело. И начинает. Вот, смотрите. Объемы продаж, да? Вот. Я продаю их. Нормально. Я вложил. Сколько я вложил тут? Ну, немного я вложил. Вот столько вот я вложил, например, да? И здесь продаю. Вот это все. Это я все продаю, потому что есть толпа, которая все это покупает у меня. И все хорошо. Ну, я продал какую-то часть, например, там, скажем, 10% своего капитала. Ну, пошел он сдуваться. Ждем-с. Ждем-с, что будет дальше. Дальше он где-то устаканится. Ну, и здесь я еще продаю, потому что мне-то выгодно продать там по 30 тысяч, да? Здесь я все еще продаю. А вот здесь вот я уже перестану, потому что дальше уже нужно гнать новую волну там где-нибудь, да? То есть дальше он устаканится, потихонечку будет расти на каких-то слухах. Ну, а потом я скажу, что ребята, так сказать, там, ну, купленный мною эксперт начнут говорить, что да, он вырастет стопудово до 150 тысяч. И снова. И так будет дальше. Ну, а когда я продам все, что хотел продать, ну, собственно говоря, тогда биткоин и сдуется. Много таких, как я. Ну, представьте, я же миллионер биткоиновый. Вот. Ну, не так, чтобы и много. Там есть статистика, где, так сказать, там, можно посмотреть в околобиткоиновых там всяких форумах, сколько больших кошельков есть, они увеличиваются или уменьшаются. И вот это будет главный критерий роста или падения биткоина. И когда эти кошельки начнут сдуваться, тогда и будет конец биткоину. Либо центробанкам надоест, и они уже как-то примут серьезные меры. То есть, например, вот я сейчас, вот я выхожу, выхожу, выхожу в кэш, но этот кэш все равно на бирже, на биткоиновой. То есть, он вне правового поля, он не отслеживается. То есть, ну, знают, что какие-то кошельки есть, кому они принадлежат, никто не знает. А вот когда я начну с этих кошельков выводить деньги в кэш, то это уже не останется незамеченным налоговыми органами соответствующей страны. В первую очередь США, ну, это если граждане США, а если это не граждане США, то тем более, понимаете. И у фискальных органов возникнут вопросы, а, собственно говоря, откуда такие деньги? Точно совершенно такие вопросы возникнут. И я скажу, фигня, говно вопрос, я на биткоинах заработал. Ах, на биткоинах? Ну так заплати. И точно совершенно подоходный налог сдерут. Ну, либо в тюрьму. В США там вопросы просто решаются. Если я не заявил о своих прибылях, то, значит, в тюрьму. Поэтому придется заявить. А всем, кто, ну, с этого момента уже биткоин станет не так интересен, потому что любой вывод вот с этой биржи будет расцениваться как вывод прибыли с соответствующим налогообложением. Это будет наверняка, ну, собственно говоря, а дальше уже биткоин становится уже не так интересен. Потому что внутри биткоина никто ничего не знает, но когда выводишь деньги из этой системы, с криптобирж, то они будут облагаться налогом. Ну, это будет наверняка, я считаю. Вот такое будущее я предрекаю биткоину. Когда это произойдет? Ну, все самое страшное произойдет тогда, когда государства начнут вводить свои национальные криптовалюты. Венесуэла уже начала. Ну, им деваться некуда. У них своей валюты практически нет. То есть она полностью девальвировалась. Китай постоянно говорит о криптоюане, который будет не подвластен ФРС США, и он будет вне зоны влияния США. Поэтому Китай совершенно точно будет вводить криптоюань и будет со всеми странами торговать через криптоюань, которые не смогут заблокировать Соединенные Штаты. По этому же пути идут, ну, такие страны, которые страдают прежде всего от санкций США. То есть это всякие Венесуэлы. Вот. В Аргентине очень неустойчивая валюта тоже будет, наверное. В России тем более будет, потому что Россия тоже страдает от санкций США. Это первое. Второе. Расчеты с Крымом. Не забываем, да, что если банк имеет отделение в Крыму, то этот банк отключается от SWIFT Америкой. Поэтому, соответственно, то есть банк попадает под санкции. Поэтому для того, чтобы вести расчеты с Крымом, на территории Крыма, ну, транзакции будут вестись в крипторублях. И Россия в этом однозначно заинтересована. Иран в этом заинтересован очень серьезно. И, насколько я понимаю, в Иране уже вводится своя национальная криптовалюта. На Европу Америка оказывает серьезное давление. И почему бы Америке не отключиться от SWIFT? Ну, там уже созданы, на самом деле, все условия для того, чтобы торговать независимо от системы SWIFT. И платежи уже там идут. Но Америка как-то косо смотрит пока на это дело, блокирует компании. Но возможности ее не безграничны. Поэтому, ну, система SWIFT, на мой взгляд, доживает свои последние, может быть, год, может быть, два. Но ее здорово потеснят. В ближайший год-два. Вот так. И будут национальные криптовалюты, среди которых, наверное, будет главный, ну, вероятно, крипто-юань. Потому что Китай, ну, больше всего страдает от санкций США и больше всего торгует. Вот. Россия, ну, так. Вряд ли это будет серьезно. Криптовалюта. Вот. Ну, в мировом масштабе. Ну, вот такой мой взгляд. На сегодня, пожалуй, все. Еще раз напоминаю. Смотрите на... А, это Ripple. Ripple. Вот он, так сказать. Вот биткоин. Смотрите еще раз канал. Уровень пробития. Выход из канала. Здесь я вышел из биткоина. Все. Спасибо за внимание. Лайк, подписка. С вами был Демятков Юрий.